Здравствуйте! Это наш Новосибирск. Программа о том, как сделать комфортной жизни в своем доме, во дворе и в городе. С вами Вячеслав Горчаков. На какую поддержку смогут рассчитывать новосибирцы после роста коммунальных тарифов и как проконтролируют расходы поставщиков услуг? Как новосибирские школы пытаются приучить детей беречь окружающую среду? И можно ли заменить деревянные перекрытия в доме за счет бюджета? Обо всем этом и не только сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В июле этого года коммунальные тарифы вырастут в среднем на 15%. И это ударит по карману некоторых новосибирцев. Поэтому по инициативе городских властей региональное правительство расширило меры социальной поддержки. Помощь получат полмиллиона областных льготников. Это ветераны войны и труда, инвалиды и многодетные. Им автоматически компенсируют все дополнительные расходы свыше 4%. Всем остальным жителям области могут возместить половину от разницы между платежами до и после индексации. Например, если из-за повышения тарифа платеж вырос на 400 рублей, 200 из них могут вернуть. Это население Новосибирской области, которое не относится к льготным категориям. То есть это может быть вы, это может быть любой гражданин, который проживает на территории Новосибирской области, имеет здесь регистрацию, является гражданином Российской Федерации. Льготникам ничего не нужно делать. Им и так выплатят компенсацию. А вот чтобы получить 50% возмещение, нужно обратиться в отдел пособий и социальных выплат по месту жительства, заявлением и паспортом. Чтобы оформить компенсацию на всю семью, достаточное заявление от одного человека. Документы для расчета возмещения начнут принимать уже после 1 августа. На эти цели выделят 180 миллионов рублей из областного бюджета. Сколько нельготников обратиться за помощью, пока можно только гадать. А если все придут? Ну, Андрей Иванович, все не придут. Вы пойдете, я не пойду. Для юридических лиц все останется по-прежнему. Тарифы на воду и тепло для крупных заводов и предприятий малого бизнеса с 1 июля вырастут также в среднем на 15%. Эту разницу должны направить на модернизацию теплового и водопроводного хозяйства. Соответствующее соглашение власти и энергетики подписали на днях. Горводоканалу это даст дополнительные 200 миллионов рублей уже в нынешнем году. Эти 200 миллионов, которые мы получаем, дают возможность модернизировать наши основные фонды. Тем самым подтверждая или сохраняя ту стабильную работу нашего предприятия по обеспечению города качественными питьевыми водами. Большую часть этих денег поставщик воды направит на ремонт и замену труб. Это около 130 миллионов. Еще 25 миллионов на обновление канализации. Остальное на реконструкцию сооружений. У Сибэка, которая надеется получить 664 миллиона, в планах обновить две энергетические установки, реконструировать 10 километров теплосети и заменить изоляцию на 24 километрах коммуникации. Эта программа в том числе сопряжена с программой повышения качества горячего водоснабжения. Мы достаточно серьезно в последний год совместно с управляющими компаниями и с городом подняли процент по качеству горячего водоснабжения. И несомненно эта работа будет дополнительно создавать такой эффект. Все данные об этих расходах обещают выкладывать в интернете. А контролировать их смогут депутаты и общественники. Ну и самое главное, доступность для контроля. Вот чем были озабочены и депутаты, и общественники, когда высказывались сомнения, когда обсуждали вопросы проблемы повышения тарифов. Вот эти все вопросы решаются сегодня. Поставщики услуг надеются, что рост тарифов не скажется на собираемости платежей. Пока Сибэка отчитывается о полуторамиллиардном долге. В основном со стороны крупных предприятий и застройщиков. А в Горводоканале подсчитали. В квартирах с приборами учета будут платить в среднем лишь на 9 рублей больше, чем сегодня. В Новосибирске вовсю готовится и к паводку. Учитывая рекордные снегопады этой зимы и переменчивую погоду, весной может основательно подтопить. Особое внимание частному сектору. Так, например, в Первомайском районе уже составили карту самых опасных участков в низинах. И там стараются вывести весь накопившийся снег вдоль улиц. Кое-где погрузчики целыми сутками не возвращаются в гараж. Меняются только водители. И в таком режиме придется работать еще не один день. Вывоз снега именно на переулке Южном мы делаем уже второй раз с того года начали. В связи с тем, что действительно проблемная улица. И приходится отсюда. Определены у нас 18 таких потенциально опасных мест, с которых в первую очередь будем мы увозить. На дороге 2Б мы можем как бы ночью выходить работать, да? Перегораживаем улицу, техника работает и вывозим снег. В частном секторе, например, ночью именно по нашему району сложнее работать. Потому что есть припаркованные личные автомобили в частном секторе стоят. Здесь проще работать в дневное время. То есть из-за понимания людей, люди выходят тоже совместно работаем. А в Советском районе насчитали 25 участков, где возможно подтопление талыми водами. И половина из них, опять же, улицы частного сектора. Ежегодный конкурс социально значимых проектов стартует в Новосибирске. Сумма гранта мэрии за один проект в этот раз увеличили до 250 тысяч рублей. На такое подспорье смогут претендовать и авторы идей, связанных с благоустройством дворов, созданием зон отдыха и обустройством спортивных площадок. О том, как правильно оформить заявку на конкурс, всем желающим рассказывают на специальных семинарах. В нынешнем конкурсе три номинации. Подать заявку могут некоммерческие организации, активисты Советов ТОС, а также религиозные и национальные организации. С каждой из групп будут работать отдельно. Прием заявок уже начался и продлится до 7 февраля. Все подробности на сайте Управления общественных связей мэрии. Между тем, любой неравнодушный новосибирец может высказать свое мнение о том, как нужно озеленять город, где лучше отремонтировать дороги и тротуары, где и каких социальных объектов не хватает. Дискуссии о городских приоритетах будут проходить на базе Университета архитектуры и дизайна. Все подробности на сайте Новосибирские новости. Новосибирск Приоритетом для многих школ Новосибирска становится экологическое воспитание детей. Их приучают экономить свет и воду, всячески беречь окружающую среду. А в Дежинском районе организовали массовый сбор отходов, которые годятся для переработки. Дети приносили макулатуру, использованные батарейки, лампочки. Насколько удачным был этот эксперимент? И тяжело ли научить школьников бережно относиться к окружающему миру? Узнаем у заместителя директора по воспитательной работе 18-й школы Светланы Нефедовой. Светлана Олеговна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что приехали. Когда вы решили поддержать эту акцию экологическую, не было у вас опасений, что дети принесут несколько человек пачку макулатуры для галочки и все на это? Конечно, опасения были, потому что после такого достаточно длительного периода времени, когда макулатурю вообще все забыли, но начиная с 2014 года, каждый год мы идем по возрастающей, скажем так. В этом году мы собирали макулатуру, мы собирали полиэтиленовую тару, мы собирали отработанные батарейки, лампочки и шерсть. То есть в этом году уже спектр такой более широкий. А шерстью что делали? Шерстяные лоскутки, шерстяные нити, мы тоже это собирали и сдавали на переработку. Значит, по рекордам, мы собрали в этом году 700 килограмм макулатуры и 886 батареек. Есть мальчик, который рассказывает, что он дома все свои машинки разобрал. И обнаружил, что там огромное количество батареек, которые уже не нужны, и он целый мешок принес в школу. А были какие-то необычные находки? Они находят учебники, которые потеряли много лет назад и не сдали в школу. Они находят свои старые дневники и смотрят, какие там оценки были, как они учились. Многие родители даже документы свои находят. Поэтому и такое тоже есть. А у вас не было идеи, или может быть уже она как-то воплощена в жизнь, поставить контейнеры для раздельного сбора мусора в школе или рядом со школой? В школе у нас стоит контейнер по сбору отработанных батареек. Сейчас у нас есть задумка установить на территории школы сетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок. А как вы объясняете школьникам, зачем все это необходимо? В рамках учебных дисциплин эти проблемы рассматриваются и в географии, и в биологии, и в курсе ОБЖ. И классные руководители на своих классных часах и на уроках говорят об экологическом воспитании, о необходимости переработки отходов, о сохранении ресурсов, которые у нас есть. Поэтому многие дети относятся к этому вполне осознанно, адекватно. Поэтому здесь нет особой проблемы, чтобы их уговорить на это. То есть их надо каким-то образом завлечь, не более того. А какие-то примеры приводите? Вот, мол, вы выкинули, не выкинули, а принесли столько-то макулатуры, спасли столько-то деревьев. Безусловно, мы приводим эти примеры. Да, вот у нас есть грамота, где как раз написано, что за этот год мы спасли от вырубки 7 деревьев, мы сэкономили 14 тысяч литров воды и 700 киловатт-часов электроэнергии. Поэтому детям мы об этом говорим в сравнении с нашими предыдущими рекордами. То есть дети уже не макулатурой мыслят, а деревьями, грубо говоря. Да, деревьями, водой, электричеством, да. Светлана Олеговна, как вы считаете, может быть, и как педагог, как сделать так, чтобы ребенок вот эту привычку оставил при себе, не только для соревнований, но еще и дома, может быть, поспособствовал тому, чтобы родители поставили разные урны и так далее, не выкинул мимо урны мусор? Ну, с ребятишками надо об этом говорить. Причем говорить надо не периодически, а постоянно. Рядом со школой у нас есть дом, и в подъезде мальчик повесил контейнер для сбора батареек. Просто в подъезде. Сам? Да. Поэтому все люди, когда идут на работу, там, либо куда-то еще, могут, пожалуйста, выбросить. А он потом в школу приносит? А он потом в школу приносит, да, и мы сдаем. Поэтому есть у нас такой человек. Хорошая инициатива. А как Вы считаете, когда мы почувствуем эффект от подобных акций, в частности, в школах Дзержинского района, в Вашей школе? Ведь часто бывает, что родители дорогу перебегают, а дети нет. Здесь то же самое. Вот когда мы эффект этот получим? Эффект мы, наверное, получим только в том случае, когда экологическое воспитание будет не только среди детей, но и среди взрослых. Потому что зачастую нам приходится в школах воспитывать и взрослых в том числе. Поэтому, да, детей мы каким-то образом сможем замотивировать, но придя домой, они видят другую атмосферу. Поэтому вот когда будет вот это обоюдное согласие между школой, родителями, детьми и общественностью, тогда, я думаю, этот эффект настанет. Спасибо Вам большое за то, что Вы делаете. Спасибо Вам. А я напомню о том, как приучить детей беречь окружающую среду. Мы говорили с заместителем директора по воспитательной работе школы номер 18 Светланы Анифедовой. Более полную версию интервью смотрите в специальном выпуске «Наш Новосибирский диалог». Включить замену деревянных перекрытий в программу капитального ремонта домов предложили новосибирские депутаты. Они уже обратились с этой инициативой в федеральный центр. Но пока деньги на эти цели выделяет муниципалитет. В этом году перекрытие поменяют в 32 домах. И вот один из подобных случаев. В доме на улице Республиканской, где в новогодние праздники в одной из коммунальных квартир обрушился пол, начали делать ремонт. Подробности в нашем сюжете. Грохот, сильный грохот был, даже вибрация ощутилась. Услышали, выскочили каждый из своей комнаты, я, соседка, брат. Открываем дверь в ванной, а там такая ситуация, что просто пропасть, ничего нет. Пол обвалился в коммунальной квартире на 6 семей. Основные разрушения были в санузле, как раз там, где постоянно влажно. Скорее всего, из-за этого деревянные перекрытия рухнули. Тем более, соседи из других квартир постоянно жаловались на потопы. Четвертый этаж, сейчас месяц это точно топят. У них там, я не знаю, машинка, что ли, как начинают стирать, так топят постоянно. Этот дом на улице Республиканской 30-х годов постройки. 8 лет назад его обследовали специалисты. Перекрытия были в хорошем состоянии. Но в последнее время жильцы заметили, что начал проседать пол. В этом году был запланирован масштабный ремонт подвала, но деревянные балки не выдержали и обвалились раньше, хотя за их состоянием постоянно наблюдали. В октябре месяце вообще никаких прогибов, ничего со стороны подвала не было. Если бы мы увидели, ну, конечно, мы бы поставили подпорки. Позапрошлым летом в этом доме провели капитальный ремонт. Починили кровлю, обновили фасад. Но таковы условия федеральной программы. Замена перекрытий в нее не входит. Такую реконструкцию проводят за счет городского бюджета. Средств не всегда хватает. В год ремонтируют по несколько десятков домов. Этот вопрос решается, сложно. Но осложняется это тем, что в городе недостаточно средств на данные виды работы одномоментно выполнить. Хотя в целом, да, у нас есть первоначальный, еще раз говорю, перечень этих многоквартирных домов. Но в целом по городу у нас требует ремонт перекрытий 248 многоквартирных домов. Сейчас в подвале дома на Республиканской начались ремонтные работы. Установили подпорки, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение. На замену перекрытий выделили более полутора миллиона рублей. Подрядчик обещает выполнить работы досрочно. По документам мы должны 15 марта закончить. Постараемся 15 февраля закончить. За счет муниципалитета в этом году заменят перекрытие еще в 32 домах. А депутаты обратились к своим коллегам на федеральном уровне, чтобы включить этот вид работ в программу капремонта. А в музее Новосибирска ремонт крыши обернулся неожиданными находками. На чердаке памятника архитектуры на Советской 24 обнаружили документы вековой давности. Это квитки с указанием наименования продукта, с ценой и датой. Мука, пшеница, отруби. Самый ранее датирован 29-м годом. А еще среди документов нашли сведения о затраченном времени сотрудниками почты и телеграфа на обслуживание народной связи. Еще одна находка – медный бак на 150 килограммов. Он служил для нагрева воды и отопления всего здания с помощью двух печей в левом и правом крыле. Смотрите, насколько аккуратно и с любовью этот бак проклепан. Простоял такое длительное время и нигде следов течи не видать. Все находки сотрудника музея еще предстоит очистить от пыли и изучить. И только потом они станут экспонатами отдельной выставки. Даже часть стропил со скобами и гвоздями того времени, которую рабочие аккуратно отпилили, пополнит экспозицию. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Телефон редакции 346-5003. Звоните, предлагайте свои темы для репортажей. Нам важно ваше мнение. Все выпуски программы «Наш Новосибирск» на канале «Новосибирские новости» в YouTube и в группе ВКонтакте. Также слушайте нас на радио «Городская волна» на частоте 101,4 FM. Всего доброго, до встречи на следующей неделе. Новосибирск. Новосибирские новости. Все просто. Все по пунктам. Поможем, подскажем, покажем. Полезная информация для вас. Ежедневно, по будням, в удобное время. Новосибирские новости.